Новая модель знаменитого фитнес-браслета. Он имеет яркий AMOLED-дисплей с частотой обновления экрана в 60 Гц, технологию Always-On-Display, отличный дизайн, новое крепление ремешка, возможность носить данную модель как подвеску, водонепроницаемость 5 атмосфер, время автономной работы до 16 суток, поддержка фирменного приложения, обширный функционал и не только. В рекламе, разумеется, можно ознакомиться со всеми достоинствами фитнес-браслета Xiaomi Smart Band 8. Но все ли так хорошо у данной модели? И что поменялось, я сейчас вам расскажу. Распаковка. Разумеется, у меня китайская версия, глобальной на данный момент еще нет. Как только будет, о ней тоже вам расскажу. Поставляется данная модель в белой коробке из тонкого картона, внешне она практически не изменилась относительно седьмой модели. Пришла она помятая, но само устройство, разумеется, осталось целое. Пакинг такой же, в комплекте мы имеем сам фитнес-браслет, руководство, ремешок и магнитное зарядное устройство с двумя пинами, которое очень сильно походит на зарядное устройство от Xiaomi Smart Band 7 Pro. Без ремешка, вес 15 граммов у браслета, а габариты 48 на 22,5 и на 11 миллиметров у капсулы. Из первого взгляда мало что изменилось, правда? 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии. За лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого сейчас Poco F5 разыгрывается на канале, условия в записи стрима на Poco F5. Я думаю, скоро я буду разыгрывать еще последнюю Соньку. Относительно скоро. Условия конкурсов, которых под конец месяца иногда много, и мои контакты в описании. В прикрепе мои три полезных телеграм-канала. Это телеграм-канал скидок, особенно полезен на распродажах, телеграм-канал взаимопомощи, там, где вы можете по тех заданию описать, что вам надо, и люди вам посоветуют. И мой личный телеграм-канал, где мы с вами общаемся ежедневно в режиме онлайн. Есть вопросы, пишем. Все розыгрыши 30-го числа каждого месяца на стриме, перейдем же к смарт-браслету. Поставляется смарт-бенд 8 в черной расцветке корпуса с черным ремешком и золотой с белым ремешком. Других ремешков на выбор более чем достаточно. Я, кстати, заказал всю линейку, но пока дошел только этот. Крепление ремешков к корпусу изменилось, и ремешки от Mi Band 7 уже не подойдут. Такой тип крепления мне лично больше нравится, он более надежный и удобный. Также данное устройство можно носить не только на руке, но, к примеру, как подвесной кулон или на кроссовках. И на кроссовках это прям вообще круто. Для этого необходимо, правда, докупать специальные крепления. Хотя об этом еще и Huawei подумали. Еще в пятой версии у меня был подобный браслет от них, когда можно было крепление на кроссовок делать, и браслет считывал данные уже с обуви. Круто, что для такого сценария использования есть даже режим отдельный. После его включения различные функции, такие как измерение сердцебиения, кислорода, СПО2 и не только отключаются, что очевидно. Если рассматривать способ ношения на кроссовках, все практически так же. Кислород и пульс не считываются, но при этом добавили информацию о длине шага и не только. Вкратце, для людей, которые любят бегать, этот режим может быть очень даже полезным. Дизайн устройства привлекательный, выглядят они лучше, чем стоят, по моему мнению. Конечно, за подобную стоимость можно приобрести какие-нибудь смарт-часы, но они однозначно будут уступать по функционалу, по полной программе. Смотрится смарт-браслет хорошо, как на мужской, так и на женской руке. Стандартный ремешок, выполненный степью, тактильно он приятный, дискомфорта не доставляет. А корпус капсулы из пластика с глянцевым покрытием. Но я бы не сказал, что он очень маркий, качество сборки, кстати, отличное. При носке смарт-бенд 8 не ощущается, спать в нем комфортно. На корпусе расположили надпись Xiaomi, два контакта для зарядки и датчики мониторинга здоровья. Из датчиков на борту пульсоксиметр, пульсометр, акселерометр и гироскоп. Летим дальше. С фронтальной части здесь находится AMOLED-экран на 1,62 дюйма с разрешением 192 на 490 пикселей. Частота обновления экрана 60 Гц, все довольно плавно, а в седьмой серии было 30 Гц. Скроллинг плавно и перемещаться по интерфейсу удобно. Система работает быстро, без подвисаний. Интерфейс доступен пока только на английском языке, но у меня даже при выборе английского языка все равно интерфейс доступен на китайском. Возможно, на китайской версии появится русский язык, когда появится глобалка, но, как говорится, не факт. Обычно так и происходило. Плотность пикселей 326P5, цветопередача дисплея насыщенная, рамки у экрана есть, как и подбородок. Яркость до 600 нит при прямом попадании света на экран, к примеру, на улице в солнечный день, яркости хватает. Автояркость на борту, за что плюс, так как в прошлых моделях ее не было. Работает она корректно, но не шустеро, время до отключения экрана максимум 5 минут, что отлично. Полноценно Always On Display на борту, но работает он постоянно или по расписанию, его стиль зависит от установленного циферблата, за что спасибо. Но по яркости экрану с включенным оодом по-прежнему не хватает. Да, и с оодом включение экрана при поднятии запястья не срабатывает. Функция экран всегда включен максимум до 20 минут, активация экрана при поднятии запястья без Always On Display срабатывает стабильно хорошо. Отмечу, что есть функция для выключения экрана накрытием, что удобно, как и включение экрана нажатием на него. И чтобы не было ложных нажатий, можно изменить эту функцию, и экран будет включаться свайпом. Пароль на Smart Band 8 установить можно, также есть режим не беспокоить. По свайпам с главного экрана, сверху вниз это уведомление, которое слегка переоформили, и как по мне, теперь стало удобнее прочитывать уведомления. Слева направо панель быстрого доступа, справа налево виджеты, которые могут поместиться до двух штук на одном экране. Все благодаря системе ячеек. Ко всему их можно спокойно персонализировать, как ассертировать приложение в меню. Снизу вверх меню. В меню есть все необходимое. Активность, измерение пульсов, кислорода в крови, уровня стресса, мониторинг сна, тренировки, журнал тренировок, погода, музыкальный плеер для регулировки громкости, управления воспроизведенной музыкой на смартфоне. На браслет, разумеется, загрузить ничего нельзя. Будильник, который можно установить прямо с браслета. Фонарик, женское здоровье, дыхательные тренировки, секундомер, таймер и в фоновом режиме может работать только секундомер. Также в меню есть заводной таймер, поиск телефона, события, блютуз-кнопка для удаленной фотосъемки и мини-игры для того, чтобы можно было скоротать время, стоя в очереди. В настройках помимо перечисленного можно включить режим энергосбережения и воспользоваться стандартными настройками. Из добавленного, как вы уже поняли, это мини-игры, встроенные в циферблаты. Также добавили оценку витальности. Ну и по большому счету все. Опять же, программно, может быть, они что-то будут еще допиливать. Напоминаю, что скорее всего я сделаю инструкцию настройки данного устройства. И не забудьте подписаться на YouTube канал, написать в комментах, что вы еще хотели увидеть на обзор. Вы этим очень сильно поможете проекту. Bluetooth здесь версии 5.1, что странно, так как в семерке установлен Bluetooth версии 5.2, то есть шаг назад получается. NFC на борту, но он бесполезен, как и различные китайские приложения. Если вы надеетесь, что опять же этим NFC модулем вы сможете оплачивать, то напоминаю, что в Mi Band 7 такой функции не было. Mi Band 7 до сих пор бесполезен с NFC модулем для оплаты в Российской Федерации. Тренировок на борту более 150 режимов плавания в бассейне на борту, как и автоматическое определение активности. По поводу измерения пульса и других показателей в момент плавания в бассейне сейчас сказать трудно. К примеру, седьмая серия очень плохо измеряла пульс в бассейне. Из интересного также есть интерактивный режим бокса. Надеваем браслет на руку, открываем урок в приложении Mi Fitness и можно заниматься тренировкой. Встроенного GPS нет и навигация происходит за счет GPS на смартфоне. Во время тренировки есть возможность пользоваться музыкальным плеером. В плане мониторинга здоровья есть измерение пульса, SPO2, мониторинг сна и уровня стресса. Пульс воздуха, как и кислород в крови браслет, не считывает. Пульс измеряется в автоматическом режиме с периодичностью в одну минуту. Кислород SPO2 работают в перманентном режиме. Вручную измерять также можно. Это все. Пульс Smart Band 8 измеряет отлично, как и кислород в крови. Сон мониторят корректно, как и все фазы сна. Входящий звонок можно только сбросить или воспользоваться быстрыми ответами. Они уже здесь есть. Вибромотор плохой, хуже, чем Mi Band 7, но хорошо, что силу-вибрацию можно настроить. Уведомления приходят моментально, отвечать на них нельзя, и быстрых ответов не завезли. Иконки приложения отображаются, а смайлики отображаются, но не все. Емкость аккумулятора 190 мАч, полный цикл зарядки занимает всего 1 час. В активном сценарии использования во время мониторинга здоровья с включенным All-Away-Sone-дисплеем они прожили у меня около 5 суток, что, как по мне, очень даже хороший результат. Без All-Away-Sone-дисплей фитнес-браслет может прожить все 15 суток, а в супер-мегаэкономном варианте использования мне кажется у кого-то и месяц. Водонепроницаемость класса 5 атмосфер, разумеется, я протестировала их на водонепроницаемость, по итогу с ними ничего не произошло, что радует. Весь функционал остался рабочим, плавать с ними можно, но не в соленой воде. К приложению Xiaomi Mi Band 8 подключились у меня без проблем, Mi Fitness, как вы уже поняли. Разумеется, эта модель работает без проблем даже с iOS-устройствами, то есть яблочными, а вот к ZEP подключить Smart Band 8 пока нельзя, что для многих может оказаться огромным минусом. В приложении Mi Fitness есть 4 основные вкладки, такие как здоровье, тренировка, устройство и профиль. В настройках смарт-браслета все стандартные и помимо перечисленного ранее в них есть магазин циферблатов и на выборах более чем достаточно. Есть циферблаты для режима подвески, тут же мини-игры, персонализированные циферблаты, многофункциональные и любую фотографию на заставку установить можно, что удобно. Также есть настройка мониторинга здоровья, приложений и стандартные настройки для устройства. Обновить прошивку в приложении можно, и мне обновление уже прилетало. Минусы. Заметные рамки у экрана и наличие подбородка, нет встроенного GPS, нельзя настроить, что именно будет загораться при повороте запястья, Always on Display или циферблат, нет возможности отвечать на уведомления хотя бы заготовками, не подключаются к приложению ZEP, а также на данный момент есть глюки в прошивке. Хуже стало Vibro, ну и автояркость, пусть даже работает иногда корректно, иногда она тоже подглючивает. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео, если промокоды смотрите в моем телеграм-канале скидок по ссылке в прикрепленном комментарии, не забудьте подписаться на YouTube канал, написать в комментах, чтобы вы еще хотели увидеть на обзор, и спешите ли мне с инструкцией по настройке данного устройства с яблоком и андроидом, тоже напишите. Резюмируйте, Xiaomi Smart Band 8 лично, как по мне, лучше, чем прошлая модель. Ну да, кому-то не нравится нововведение в плане режима подвески или еще каких-то мелочей, но я считаю, что лишнего в данной модели ничего нет. В любом случае, Xiaomi Smart Band 8, как был дешевым качественным устройством с отличным функционалом и лучшим среди браслетов, так и остался. Я бы предпочел пользоваться им, чем какими-либо смарт-часами за эти деньги в данной ценовой категории. Лично я советую брать восьмую версию, когда у вас на руках, к примеру, шестая. Я бы сказал, что можно обновиться, даже если у вас есть седьмая версия. Возможно, они что-то еще докинут с обновлениями потом, как обычно это происходит. Надеюсь, что появится русский язык, но пока только так. Всем огромное спасибо за просмотр, отдельное спасибо всем, кто оставит любой комментарий больше пяти слов. Знайте, вы очень сильно помогаете проекту. Девайсу однозначно, да, добра и удачи вам, дорогие друзья.